Здравствуйте, меня зовут Марина Кос, я дизайнер одежды, стилист, журналист и теоретик моды и основатель проекта «Твой шаг к гармонии», посвященному моде, стилю и поиску своего собственного стиля в одежде. Когда я пришла на факультет мастеров вебинаров к Юле Пряхиной и Диане Царбаевой, у меня была идея создать проект, в котором я бы показала моду через психологию и психологию через моду. У меня был определенный опыт и знания в моей профессиональной сфере, но не было никакого представления, как перенести это в интернет. То есть я вроде бы знала, что программу я напишу, но как набрать базу, какими серверами мне нужно пользоваться, что вообще, как делать. Я на самом деле такой человек, который с компьютером на «вы» и интернет — это для меня такой дремучий лес. И тут мне нужно было все вот так вот как-то автоматизировать и ввести через интернет. Это было очень сложно для меня, но при этом мне казалось, что форма вебинаров, опять же, для меня лично будет самой удобной, как это ни странно. И больше всего опасений у меня было именно с тем, насколько я смогу справиться, насколько я совладаю с техническими этими всеми моментами, и получится ли у меня провести именно вебинар. Но Юля и Диана, они очень терпеливо все разжевывали, рассказывали. Учитывая мои отношения с компьютерами, иногда мне было нужно, чтобы просто разжевали все, как детсадовскому ребенку. И это было, за что им огромное спасибо за их терпение. Вопросы задавались не по одному разу, одни и те же. И все равно нам отвечали на них из раза в раз. И это действительно оказалось для меня самым сложным, разобраться с техническими моментами. Было очень много непонимания, что делать, и много паники, потому что, когда слетает какая-то программа, глючит сервер, это то, что зависит не от меня. И тут рушатся все планы, то, что я расписала время, что насколько у меня должно уйти, это все оказывается уже не актуально. И как-то нужно решать эти проблемы, как-то нужно выруливать, потому что есть сроки, есть люди, которых ты уже позвал. И, кстати, да, у меня вот, я говорила, было непонимание, откуда взять людей. Люди появились. Базу я набрала. И действительно было задание такое специальное на факультете, где рассказывалось, какие есть способы набора базы, и нужно было это все провернуть. И это было очень сложно. Было очень сложно звать людей на еще не раскрученный проект, на совсем новый, сырой, когда еще нет никаких отзывов, когда неизвестно, сколько людей придет на этот вебинар. Два, три или пятьдесят. Совершенно непредсказуемо. И тем не менее, нужно было себя разрекламировать и найти, найти этих людей, которым это будет интересно. Нужно было писать партнерам, людям, которые в этом уже как-то крутятся, у которых уже есть подписчики, и писать мне с базой ноль или там пять человек в самом начале. Это было очень сложно, но я нашла для себя такой выход. Я вставала в пять в шесть утра, и когда я была такая очень сонная и дерзкая, я все это делала. Я всем активно писала, я всех активно приглашала, потом шла, спала дальше. И когда просыпалась, у меня было полное непонимание, что я сделала несколько часов назад. Но тем не менее, я это сделала, и базу я набрала. За время обучения на факультете я провела два вебинара, один мастер-класс. Все состоялось, все здорово, все очень необычно. У меня было ощущение, будто бы все эти люди, они где-то рядом, они не на другом конце страны или там даже в других странах. Нас не разделяют все эти провода, интернет, а они находятся со мной в одной комнате, как будто бы. И я как будто бы чувствовала всю эту энергетику, я так же волновалась, как будто бы я видела этих людей, как будто бы все это было в заправду. Ну, конечно, все и было в заправду. Но тем не менее, это очень было необычное чувство. Я не ожидала этого. Не ожидала этого, когда вообще все это затеяла. Но это здорово. И еще раз спасибо Юле, спасибо Диане за то, что довели до того результата, который есть, за все те знания, которые они нам передали. Спасибо моим однокурсницам тоже за их поддержку. С кем-то мы запартнерились, с кем-то еще что-то. И это такой очень особенный опыт. И я запланировала вот эту идею с вебинарами еще весной, сейчас конец октября. И с весны я что-то там теоретизировала, размышляла, только рассказывала про свою идею, что-то придумывала, но на самом деле ничего не делала. Почему? Потому что я не знала, с чего начать. Я не знала, за что хвататься. Но на этом факультете была дана четкая структура, четкая пошаговая система. И придя сюда, уже стало понятно, что зачем делать. И это та система, которую можно брать из раза в раз и применять. То есть какие-то вот сейчас вебинары закончились, я планирую следующие. И я просто могу идти по тем же самым шагам, которые я уже прошла, которые мне уже известны. Естественно, каждый следующий раз это легче и эмоционально, и физически. Я просто знаю, где что тыкать. Спасибо за многочисленные видеоуроки, которые у нас были, где просто показывалось действительно, куда нажать. Куда нажать, чтобы получился какой-то результат. Это очень здорово. И этот факультет стал для меня таким пинком, который привел к этому результату. То есть, опять же, я уже очень давно что-то планировала, но с места не двигалась. И вот только этот пинок заставил меня сойти и что-то сделать. И это очень здорово. И я благодарна за эмоции, которые нам были переданы, за то, что появилась действительно мотивация, появился интерес. Тренеры зажигали своим собственным азартом и тем, что им нравится это дело. Это очень здорово и это очень ценно. Сейчас впереди очень много планов. Вебинаров было еще у меня лично пока очень мало. Еще очень много всего хочется попробовать, хочется поэкспериментировать. Придуманы какие-то формы, которые я еще не проводила. И хочется попробовать и посмотреть, как это лично для меня, как это для аудитории. В общем, планов громадье. И я надеюсь, на все хватит сил, времени. И я очень надеюсь, что смогу достойно и правильно применить все эти знания, которые я получила. Так что работы предстоит много. Спасибо Юле, спасибо Диане. И да, я пойду работать. С вами была Марина Коз. Пока!